Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Познакомилась с парнем, я 26, ему 27, знала, что я хочу в серьезных отношениях. Мы встретились с друзьями, выпили, я ему начала задавать прямые вопросы на тему отношений, но поняла, что он к ним не готов. Я уехала домой, после чего написала мне такой текст, мол, ты мне очень нравишься, мне нравится проводить такое время, но я не хочу торопить события, и мы общаемся, узнаём друг друга, всё идёт своим чередом, всё просто и логично. Позже мы с ним поссорились и перестали общаться, я удалил его из социальной сети, много думал о нём, потому что мне очень редко может понравиться и зацепить человека. Вот спустя полтора месяца я всё обдумывал и поняла, что возможно я пугаю мужчин своим напором и тороплю к серьезным отношениям, решил ему написать. Он тепло ответил и сказал, мы можем с тобой общаться, с другими свидетельствием, но сразу говорю прямо к отношениям, я не готов. Я говорю, да, я только за общаться. Она, конечно, немного подрастроилась, но потом поймала себя на мысли, когда-то мужчины хотели брать за себя ответственность. Мы встретились, гуляли, потом выпили, он начал меня соблазнять, но ничего не произошло у нас, в принципе, ничего не было. Я сказал, что тоже не хочу больше отношений, так как в жизни пока у меня другие цели. Это не совсем правда, я просто не хочу повторять свои ошибки. Ну вот, в таком формате, как я понимаю, он и хочет со мной общаться. Парень заботится, просто звонит, когда я доберусь домой, угощается и оплачивает каждый день пища, то есть и на морозе, как говорится. Он мне очень нравится, физически меня тянет к нему, я подумала, почему бы и нет. И Тима у меня давно уже не было, я свободная девушка, мы взрослые люди, и оба этого хотим. Вот подскажите, может ли парень любиться таким образом по-настоящему? Возможно ли быть просто лёгкой девушкой и хорошим другом, ему приятно проводить время и дать понять, что серьёзные отношения не всегда в тягости, где-то можно быть счастливым? Подскажите, как мне как-нибудь, извините, что так длинно. Ну, что я могу вам сказать, аноним, в первую очередь у меня есть такое очень высокое ощущение, да, что вот есть, значит, у вас как бы стремление к серьёзным отношениям, да, то есть вот есть серьёзные отношения, вы к ним стремитесь. Это один вектор. Есть, ну, мужчина, как бы, вот, есть мужчина, это другой вектор. И вот вы эти два вектора, вы эти два вектора пытаетесь, значит, как-то совместить, вот. Один вектор и второй, и второй вектор. Основная проблема в этом, что ваше желание серьёзных отношений, это одно, а, как бы, чувства, чувства, направленные на человека, да, это другое. И вот, соответственно, нужно здесь увидеть, постараться увидеть, что для меня такого важного в серьёзных отношениях, чем они меня, вот, серьёзные отношения, так волнуют, откуда моя такая сильная в них потребность, вот. Это первый момент. А второй момент, это что я хочу от мужчины, и чего я хочу для него, и хочу ли я вообще-то, вообще чего-либо для него. Потому что сейчас у меня есть такое очень стойкое ощущение, что вы, как бы, ну, нацелены только на достижение серьёзных отношений. Это проблема с безопасностью, это проблема с доверием себе, вот, это в какой-то степени проблема с уверенностью в себе, то есть вам, вам, вот, ну, вы себе не уверены, вот, это связано с вашими страхами, это связано с некой вашей закрытостью, вот. Вы, собственно, вы, собственно, с мужчиной начали общаться только потому, что вам очень редко кто-то нравится, и это тоже момент, то есть вам, если вам редко кто-то нравится, то это, скорее всего, означает, что, ну, довольно тяжело. Ну, вероятно, вы идёте на, там, условно говоря, контакт, то есть тяжело сближать, вот. То есть, смотрите, не задумывались ли вы о том, почему вам очень редко нравится, 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 ну, мужчина. Не задумывались ли вы о том, откуда такая тяга к тяга к серьёзным, к серьёзным отношениям? И что в этой тяге присутствует? Не задумывались ли вы о том, откуда у вас мнение, что мужчины редко берут ответственность? То есть, это же обобщение какое-то, это же обоценивание мужчин в данном случае происходит. Это некая такая, по сути, родительская позиция по отношению к ним. Вот. Это та проблематика, с которой нужно работать, заключая на вопрос, как вам быть? Далее. Вы спрашиваете, может ли мужчина влюбиться таким образом? То есть, что вы делаете? Вы хотите удобным для, как вам кажется, удобным для мужчины способом влюбить его в себя, чтобы он был жив с вами и таки захотел строить серьёзные отношения. То есть, по сути, вы себя обманываете. И проблема здесь заключается в том, что либо у вас нет, как бы, чувств к человеку, а просто он вас зацепил тем, что вы увидели в определённый момент, именно с ним возможность выстроить серьёзные отношения. Либо вы просто, ну, пускаете пыль в глаза и себе, и ему. И по факту вы себя предаёте. То есть, понимаете, штука в чём? Вот вы говорите, меня давно не было интима, я свободная девушка, он свободный парень, мы оба этого хотим, как бы, почему нет? Супер. А теперь смотрите, готовы ли вы, готовы ли вы, условно говоря, с ним переспать без перспективы, без какой-либо перспективы на серьёзные отношения? Вот готовы ли вы это сделать? Если готовы, супер, прекрасно, великолепно, замечательно. Вы молодец. Никто не говорит, что вы должны это делать. Но если готовы, хорошо. Если хотите, это вы сделаете. Но если вы готовы это сделать только, исходя из того, что мужчины в вас любятся, исходя из перспективы, тут, кстати, история про контроль, вы пытаетесь контролировать, то, что вы задаёте вопросы сразу мужчине, да, 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 это всё про контроль, про безопасность вашу. Ну вот, вы как сами-то к этому относятся? Как вообще глобально вы относитесь к тому, что вы хотите из серьёзных отношений, пытаетесь всё время привлечь мужчин к ответственности, как говорится, они не привлекаются, вы из-за этого страдаете и тяжело сближаетесь с людьми? Как вы сами к этому относятся? Вот. Дальше. Вы пишите, что, значит, я сказал, что не хочу больше отношений, и у меня в жизни другие цели. Но это неправда. Вот тот же момент. То есть получается, что у нас в жизни как бы цель только одна. Построить серьёзные отношения. А что такое серьёзные? Как понять, что отношения серьёзные? Почему вы думаете, что построим серьёзные отношения, они не распадутся? Я хочу просто увидеть, хочу, чтобы вы увидели, что вы пытаетесь себя защитить. Вы пытаетесь себя обезопасить, и тем самым решить какую-то внутреннюю проблему. Понимаете? И здесь не про любовь. И я думаю, что здесь именно история про то, что вы увидели человека, с которым, как вам кажется, у вас могло бы получиться построить серьёзные отношения. Но это только ваша мысль, это только ваше предположение. На деле это может быть не так. Понимаете? Какая штука? Ну вот. Поэтому. У вас все вопросы, кроме последнего, про него. Не про вас. Вот вы спрашиваете, может ли парень влюбиться влюбиться? Таким образом, по-настоящему. Что значит настоящий? Почему вы думаете, что человек в вас не влюблён? Почему вы думаете, что если мужчина влюблён, то это обязательно должны быть серьёзные отношения? Вот вы спрашиваете, может ли парень влюбиться? Да может влюбиться. По-моему, это нет. Ну, в смысле, откуда мы знаем? Возможно ли быть просто лёгкой девочкой, хорошим другом, ему приятно проводить время и дать понять, что серьёзные отношения не всегда в тягость, при этом можно быть счастливым? Да, если вы сами откажетесь от центральной идеи построить серьёзные отношения. Если вы сами придёте в состояние, где серьёзные отношения будут не важны, где вообще не будет такой концепции, как серьёзные отношения, где будет концепт только того, что мне хочется сейчас для человека. Какая я с этим человеком? Да, можно будет. Подскажите, как мне быть? Как быть, чтобы что? Понимаете, вот вы производите впечатление человека, к сожалению, который вот увидел для себя возможность реализовать. что-то, что, ну, очень давно хотел, например. Вот. И... вцепился в... эту возможность. и боится её потерять. Сейчас. Человека боится потерять. Вот с этим вам нужно работать. Поэтому отвечаю вам на вопрос как вам быть. Начать работу с психологом. Отказываться от ценности семьи, если вы об этом говорите. Не надо. Но понимаете, ваша проблема в том, что вы думаете об ответственности мужчин, но не видите свою. то есть вы говорите «Я хочу серьезных отношений». Окей, супер. Мужчина говорит «Я не готов к отношениям». Вы что говорите? «Ну окей, я буду с ним общаться и с целью его влюбить». Супер. А если не получится? А потом вы же скорее всего будете его обвинять в том, что он не берет ответственность. Его и всех мужчин. Что они не берут ответственность. Так вы изначально выбираете взаимодействовать с людьми инвестировать. Инвестировать если угодно в людей, которые ну вообще-то других взглядов. Не кажется ли вам кстати странным, что вам очень понравился человек, который не готов к серьезным отношениям? То есть вы из серьезных отношений хотите, но вам очень понравился тот, кто не готов к ним, кто не хочет. Не кажется вам это странным? А мне кажется это любопытным, потому что если вам понравился такой человек, это означает, что в нем вы чувствуете возможность быть свободнее, в нем вы чувствуете отсутствие тех ограничений, которые чувствуете у себя. Если вы это признаете и поработаете с этим, и станете сами более свободным, может быть произойдет страшно и вам этот мужчина уже не будет нужен. Тянуть вас к нему перестанет. Вот вы говорите тоже, что меня к нему тянет. Интересно было бы узнать, что именно вы вкладываете в это, ну в смысле, что именно вы вкладываете в то, что вас тянет к человеку. Потому что тяга – это попрямность, попрямность в чем? Понимаете? Опять же, для чего я это спрашиваю? Чтобы вы себе честно определились, чего я хочу, как я хочу, что мне нужно. Вот. Делаю ли это я там, не знаю, для себя или делаю я это для него. Да? То есть, ну вот, для чего я это делаю-то? Понимаете? Какая история? Чего я хочу-то? Вот. и вот чем лучше вы, чем лучше вы в этом разберетесь, тем легче вам будет. Понимаете? Вот и все. А вы как мне кажется правы в том, что действительно давите. На самом деле давите на мыши. Но вы как бы не отдаете как будто бы отсюда себе в том, а с чего я так делаю? Что меня мотивирует-то давить на них? Вот. А можно ли выстраивать как бы здоровые отношения, когда, например, я как-то вот как-то вот считаю, что мужчины никогда ответственности брать не хотят, да? Вот. вот. А этот человек мой, с которым я в отношениях сейчас нахожу, он все делает, и я как-то обращаю внимание на вот его действия, что он не на народе. я как-то вот здесь ищу подтверждения того, что я ему важна. Вот. И боюсь, ну, например, вот. ну, буквально боюсь увидеть, что ну, что я ему неинтересен. Вот. Вот что вы сейчас почувствуете, если человек перестанет для вас ну, делать то, что он ну, Подумайте об этом. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. удачи. Вот.